Я приветствую вас, друзья! Мы продолжаем наши беседы на тему «По зову сердца». И сегодня у нас в студии наши гости Аркадий и Личья. Я приветствую вас! Здравствуйте! Мы говорим с вами о влиянии материализма на человека. И вот в предыдущих темах Анатолий, он как раз касался этого вопроса, какое место занимает материальное в жизни человека. Что преобладает в него материальное или духовное. Естественно, мы все с вами живем в этом материальном мире, поэтому мы, хотим или не хотим, мы зависим от материального. Но основной вопрос, какой поднимается? Влияет ли материальное на меня или все-таки я управляю материально? То есть, духовное во мне преобладает или материальное? Об этих темах уже было сказано, и сегодня у нас немного... Вот мы поднимем иной вопрос. Вот как сделать так, чтобы материальное, оно не занимало первое место в нашей жизни? А вот давайте я возьмем в пример Авраам. Был ли Авраам богатым? Конечно, он был князь того времени. По всей вероятности, он не был под влиянием того богатства. Он не зависел, по крайней мере. То есть, он был богатым, но он не был рабом своего имени. Знаете, такой вот момент, помните, когда он идет и возвращает взятых в плен, и когда ему цари предлагают что-то, какую-то часть, он говорит, даже шнурка не возьму, ремни от обуви, нашим языком. То есть, это говорит... В то же время он заботится о людях, которые в это время служили и помогали ему. Да, вот им отдайте, им отдайте, а себе он не взял ничего. И если бы он жил в зависимости от того, сколько ему приходит, он наверняка воспользовался бы этим моментом что-нибудь еще прихватить, да? Да, и более того, помните момент, когда перед ним стал выбор, какую землю выбрать для жизни? Он сказал своему племяннику, вот, пожалуйста, выбирай. Или если ты сюда, то я туда. Вот красивая местность, красивая земля, плодородная. А вот горы, которые каменистые, абсолютно не имеют плодородности. Он дал право выбора меньшему, хотя в то время... Да, право, как он обладал этим залом. Он обладал правом взять себе самое лучшее. Это еще раз говорит о том, что это был бескорыстный человек. Очень интересный текст. Не меркантильный, пока. Да, вы интересные тексты очень привели. Но давайте, а ну-ка, я вам предложу другой текст. Увидели ее, то есть Сару, да? И вельможи Фаронова, и похвалили ее Фарону. И взята была она в дом Фаронов. И дальше? И Аврааму хорошо было ради нее. Почему ему было хорошо? Потому что у него был мелкий, крупный скот, ослы, рабы, рабыни, лошаки и верблюда. Не погоня ли это за материально? Это другая ситуация, другой контекст. Здесь был страх за свою жизнь. Так, здесь не напит, что он боялся. Говорит, ему было хорошо ради нее. То есть, вы не видите здесь, как бы, ты что-то отдаешь одно. А вместо этого приобретаешь нам много больше. То есть, из этого текста разве не видно, что Авраам все-таки беспокоился о своем имении, как его больше приобрести, накопить. Да, естественно, мы понимаем, что он не хотел Сару отдавать. Но так получилось, что Сару взяли, и ему было ради нее хорошо. Это вообще такой очень интересный оборот. Сегодня скажи любому мужчине, что вот его жену кто-то забрал, и ему хорошо ради нее. Да, язык не повернется. Сложно понять вообще, что имел в виду здесь Моисей. Давайте я оставлю открытым этот вопрос. Я хочу обратиться к нашим слушателям и спросить ваше мнение. Вот подумайте, вы как думаете? И, пожалуйста, напишите ваше мнение, напишите в комментариях. Надеемся, что это будут интересные комментарии. Да, мы надеемся, что это будут очень интересные комментарии. Ну, давайте теперь мы вернемся все-таки к сути нашей сегодняшней беседы, нашей темы сегодняшней. И мы уже сказали, для того, чтобы быть независимым от этого материального, в то время, когда ты имеешь большую нужду, вот в этом материальном, нужно поставить правильные приоритеты. А говоря о приоритетах, мы имеем в виду взаимоотношения с нашим Господом. Чем лучше наше взаимоотношение с Господом, тем правильнее будут наши приоритеты. А вот такой вопрос хочу задать вам. Вот как вам кажется, какие отношения должны быть у человека с Господом? Вот как вы представляете вот эти взаимоотношения? Вы знаете, можно говорить, исходя из каких-то шаблонов, вот как должно быть. Но это не всегда правильно, потому что, во-первых, у каждого человека свой подход к Богу, и у Бога свой подход к каждому человеку индивидуально. Давайте, а ну-ка, откроем Евангелие от Иоанна, первую главу, и прочитаем 38-й текст. «Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надо». Вот как вам кажется, Господь, я этот вопрос всем задаю, да? Не знаю, мне кажется, всем задаю, да? Любому человеку, который приходит к Господу. Он говорит, вот что тебе надо. Вот если сейчас представим вот такую ситуацию, если Господь бы обратился бы к нам, да, вот, Аркадий или Лючья, вот, что вы хотите? Вот вы пришли ко мне, что вам надо? Хороший вопрос. Вот что бы вы ответили? Хороший вопрос. Я бы сказала, Боже, много надо. Много, много еще надо. А если бы он сказал, ну, конкретнее, вот что вам надо? Вот ты пришел ко мне, вот зачем? Вы знаете, каждый раз, когда, вот, я бы, ну, так, предполагаю себе, что вот если бы Бог меня спросил, вот, попросил бы меня что-то одно выбрать и сказал бы, это желание я исполню. Я всегда прошу одного. Никогда не оставляй меня одной, всегда будь рядом. Если я буду иметь много чего-то в мире, но я не буду иметь Бога, я не буду иметь ничего. Это часть моей молитвы, чуть ли не ежедневно, я повторяю. Я прошу Господи, Господи, вот, когда ты ведешь меня, дай мне не сопротивляться. Когда ты зовешь, дай мне слышать это и не придумывай что-нибудь свое. Если ты останавливаешь, дай мне мудрости услышать, понять и остановиться. Если ты открываешь дверь, дай мне мудрости войти в эту дверь. Если ты дверь закрываешь, дай мне мудрости не биться лбом в закрытую дверь. То есть для меня очень ценно и важно чувствовать всегда, что Бог хочет от меня. И мое желание долгих лет уже в моей жизни очень четко понимать, чего Бог хочет от меня. Спасибо, конечно, за эти ответы. Но вы знаете, на практике, представьте, какой-то человек, обремененный проблемами, он приходит к Иисусу, и Господь ему говорит, что ты хочешь. Вы знаете, теорически легче сказать, что я хочу быть с тобой, я хочу духовных благословений. Но все-таки, мне кажется, в жизни он все-таки вспомнит свои нужды, свои проблемы. Вы знаете, я вспоминаю слепого, которого спросил Христос, чего ты хочешь? Он сказал, хочу видеть. Вы представляете, что слепой сказал, я хочу быть с тобой. Это идеальный вариант. Но все-таки, мне кажется, в практической жизни, практические люди требуют или пытаются получить нечто конкретное. Давайте мы рассмотрим... Но если у человека предел желания, человек может попросить одно конкретное, а потом через некоторое время этого мало. Хочется еще чего-то больше. Я предлагаю вам рассмотреть несколько эпизодов, несколько библейских эпизодов, где Иисус Христос всем задает тот же самый вопрос, что тебе надо. И давайте посмотрим вообще, вот в целом, какая картина складывается. Вот что люди ожидают видеть, вот чего они хотят. Вот именно вот в данном контексте, да, в данном контексте, чего хотели эти два ученика? Вы помните? Они говорят, ну, хотим прийти посмотреть, где ты живешь, да? То есть они хотели ближе, лучше понять, познакомиться с этой личностью, понять его миссию, да, и как она вообще связана с ними. Хорошее желание или не хорошее желание? Да, конечно, хорошее желание. Я думаю, хорошее желание, да, люди хотят узнать Господа получше. Узнать, что он намерен делать, какие у него планы, и как его планы вообще соотносятся с нашими планами. Вот это вот такое желание было. Есть такие люди или нет таких людей вообще? Конечно, есть. Есть, хотят познакомиться просто с Иисусом Христом. Давайте другой пример возьмем. Марк, 10 глава, 46 текста. Отвечая ему, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему, учитель, чтобы мне прозречь. Вы чувствуете, тот же самый вопрос задает Христос, что ты хочешь от меня? Такой же вопрос он задал тем двум ученикам. И если те хотели просто познакомиться со Христом, что хотел в РТВ? Видеть хотел. Видеть, то есть исцеление. То есть некоторые люди приходят к Богу. Зачем? Чтобы получить просто физическое исцеление. Это больные люди, физические, страдающие люди приходят к Богу не с целью узнать Иисуса Христа, вот как до этого, а просто не считают, что если они придут к Иисусу Христу, Господь их недуг физически исцелит. Мне кажется, такие люди. И удивительно, что он реагирует, он восполняет эту потребность. Да, потому что это реальная потребность, и Господь никогда не говорил людям, просите только духовное. Потому что человек, как мы уже сказали, он живет в этом материальном мире, у него есть проблемы, которые Господь также решает. Многогранность, да. Просто здесь надо правильно ставить приоритеты. Естественно, что духовное на первом месте, как вы, да, привели с самого начала текст, ищите прежде Царства Божьей, остальное это все вам приложится. Давайте еще один пример рассмотрим. То есть мы поняли, есть люди, которые просто хотят познакомиться с Богом, есть люди, которые ищут физического исцеления. Давайте третий пример рассмотрим. Это Матфей, 20 глава, 20 и 21 текст. Прочитайте. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сие два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую сторону в царстве твое. Вопрос чувствуете? Тот же самый. То есть этот вопрос, который Иисус Христос задавал тогда, сейчас Господь задает каждому из нас, любому человеку, который приходит к Господу. Вот ты пришел ко мне, вот что ты хочешь? Чего хотели? В данном случае? Хотели хорошее место в царстве невеста. В принципе, это же хорошее желание. Власти и процветание. То есть в данном случае есть люди, которые приходят к Богу, для того, чтобы Господь их настолько благоставил, чтобы они заняли в этом обществе. Довольно конкретное просьба. Чтобы они заняли в этом обществе, они выдающееся свое, нашли свое место, свое положение. Рассмотрим следующий пример. Четвертая книга «Царств», вторая глава, девятый текст. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне твоим». «Проси, что сделать тебе». Это почти Симон. Симон, что ты хочешь, проси, что ты хочешь, что ты хочешь, чтобы я сделал. И что просит Елисей? Его Духа. «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». То есть смотрите, какой человек. Он просит не материальных благословений, он просит духовных благословений. Есть и такие люди. Одни просят власти процветания, другие просят духовного благословения. Давайте теперь рассмотрим еще один пример, который в корне отличается от всех этих. Мы можем сказать, что здесь были просьбы, которые выражают, ну, как бы хорошие просьбы, да? Познакомиться с Иисусом в частности, да? Или получить духовные благословения. Были коростные мотивы, власть, процветание, а были, скажем, нужды, политвы, исходящие из нужд. Это как бы исцеление. Но вот что интересно, что во всех этих случаях человек от Бога что-то просит. Будь это духовное, будь это материальное, будь это коростное. Но во всех этих случаях человек от Бога просит. Как вам кажется, это нормальные взаимоотношения или нет? Вот когда мы говорим об отношениях со Христом. Если, ну, как бы в этом случае мы видим больше потребительскую сторону этого вопроса. Но Бог сам задает вопрос, что тебе дать? Давайте тогда вот такую ситуацию представим. У вас есть сосед. И этот сосед уже наизусть знает, что если вы стучите в дверь, значит, вы что-то просите. И он подумает, не буду открывать на этот раз. Чем отличается? Чем отличается вот просьба всех этих людей от просьбы апостола Павла? Давайте откроем книгу Деяния 9 главу и прочитаем 6 текст. Он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать? Вот интересный монет. До этого Господь всем говорил, что ты хочешь, чтоб я для тебя сделал. Павел здесь в корне меняет постановку вопроса. Павел не говорит. Павел здесь уже Господу говорит, Господи, что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал. Вот вы много людей знаете, которые задают Господу вот такой вопрос. Это единица. Как Авраам, он реально задает какой-то вопрос, получает ответ. Это был четкий диалог. Поэтому Павел, наверное, очень уверенно задает этот вопрос. Но вы знаете, в какой момент Павел задает этот вопрос? Тот момент, когда он сам имел нужду в исцелении. Он был слепым. Это тот момент, когда он пошел. Да, да. Он уже был слепым. Он уже был слепым. И он мог бы сказать, Господи, я хочу, как в Артемии, чтобы ты меня исцелел. Но смотрите, как он поднимает вопрос. Господи, вот что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? Вот чем я могу быть полезным тебе? Кстати, чуть позже, он там в посланиях скажет, трижды просил его Господа, избавишь меня от этой небычи, да? То есть это опять-таки говорит о том, что да, у него эта потребность была, он прекрасно понимает, что вот важнее то, что Бог хочет от меня, а не то, что я хочу от Бога. Таким образом, правильное отношение, это не только то, что мы ожидаем от Господа, что Он нечто сделает для нас, а это то, что и мы можем послужить нашему Господу. Вот исходя из того, о чем мы сейчас говорим, у меня как бы всегда возникают практически моменты, которые люди всегда, я в частности, испытываю в жизни. Наша обычная молитва, как у христиан, как у людей разных конфессий, это всегда, Господи, Боже, дай нам это, дай детям то, благослови, сохрани, исцели. И часто я задаюсь вопросом, а где в моей молитве остается место, для того, чтобы, какое место я уделяю в молитве, чтобы спросить Бога, а что бы Ты хотел для моей жизни, какова Твоя воля. Поэтому, как бы мы сейчас говорим в этой теле о приоритетах. Я думаю, что эти приоритеты, они касаются не только финансовых каких-то нюансов, но абсолютно всех моментов жизни, каковы наши приоритеты. Вот в той же молитве, в тех же просьбах, которые мы выпрашиваем у Бога. И вот Вы знаете, вот Павел поставил очень правильный приоритет, да? Именно поэтому, именно только апостол Павел мог бы сказать, что могу жить в скудости, могу жить в изобилии. То есть материальное, оно никак не властвовало над ним. То есть он мог спокойно и свободно отказаться от всего, все, что он имел. Почему? Потому что он сказал, потому что у него были правильные взаимоотношения с Господом. И он среди всех остальных учеников сделал несравненно больше, чем все остальные. Это все исходит в взаимоотношениях. А вот как наладить вот эти взаимоотношения? Вот, например, Слово Божие, оно свидетельствует о Боге, об Иисусе Христе. То есть, как мы можем узнать о Боге? Через, естественно, Священное Писание. Интересно, вот, по-вашему, каким образом Священное Писание открывает Бога? Вот что мы узнаем о Боге, исследуя Священное Писание? Я бы не хотел поговорить о Новом Завете. Почему? Потому что в Новом Завете, естественно, Христос уже себя проявил. А вот в Ветхом Завете, что бы вы сказали? Ну, для меня, например, истории Ветхого Завета, это истории, которые затрагивают очень много аспектов в жизни даже современного человека. Да, другая эпоха, другая культура, как бы, другая социальная среда. Но очень много нюансов есть, в которых описывается Любовь Божия к человеку. А если вот так более конкретно, вот, например, Бытие, да, там, Исход, Левит, Чистое Второзаконие, вот каждый из этих книг, как описывает Бога, на что ставится акцент в каждой книге? Бог-творец, Бог-вождь, ведущий, Бог-перосвященник, Бог, который ничего не теряет из виду, Он все знает, всем ведает. Второзаконие. Хорошо, я бы хотел бы опять обратиться к нашим зрителям и задать этот вопрос им. Подумайте, вот, каким образом Бог открывается в каждой из пяти книг Моисея, в книге Бытие, Исход, Левит, Число и Второзаконие. А также подумайте, каким образом Ветхий Завет, в целом книга Закона, Пророков и Писания раскрывает Бога. И напишите ваше мнение в комментариях. А мы пойдем дальше. Мы пойдем дальше, то есть мы понимаем, что Бога можно узнать из Слова Божия. А еще, какой элемент очень важен помимо священного Писания, помимо исследования? На мой взгляд, это еще природа, которая окружает нас. Она демонстрирует величие Бога. Да. Но вот в контексте общения, например. Молитва. Молитва, да? Мы согласны. Молитва, вот для чего она нужна? Чтобы наладить контакт. То есть насколько это? Молитва, когда мы говорим, мы понимаем общение, да? Вы согласны? В моем представлении молитва, это не заученные молитвенники. Общение. Это то, что я не могу даже сказать, я скажу Богу в молитве то, даже что я не смогу сказать самому близкому мне человеку, маме, мужу. То есть есть нюансы и моменты жизни, которые настолько личные, которые только между мной и моим Богом. Да. Но вот это общение вот с Богом, оно на что-то влияет или не влияет? Зачем вообще ему нам нужно? Исходя из моей личной жизни, если я общаюсь с Богом и у меня налажен хороший контакт с Ним, оно влияет абсолютно на все сферы моей жизни. Не только на одну какую-то конкретную, все, абсолютно все сферы жизни. Это и семья, это и друзья, это и церковь, абсолютно все. То есть все в жизни взаимосвязано, если хорошее отношение с Богом. Молитва это когда я говорю ему то, что я думаю или то, о чем я хочу услышать от Бога, а потом я слушаю. Либо он мне одно сердце положит, либо он через слово ответит, либо через каких-то людей. Но как между двумя супругами для нормального стечения жизни, да, объединения жизней должен быть диалог, когда он говорит, она слушает, она говорит, он слушает, то же самое должно быть в нашем отношении. То есть молитва это как бы налаживание отношений между нашим человеком, с нашей стороны и Богом. Одним словом дружба. Дружба, да, это общение. Вы знаете, вот интересно, вот когда мы читаем книгу «Бытие» первую главу, это глава о творении, да, но вы знаете, что глагол сказал употребляется больше, чем все остальные глаголы, связанные с творением, хотя вся глава творения. То есть уже эта глава сказал, что Бог сказал, говорит о том, что Бог описан как какая личность? Говорящая. Говорящая, которая ищет чего? Контакта, которая ищет диалога, да. И вот интересно, в первой главе речь идет о взаимоотношениях между Богом и Человеком, да, вертикально составляющего, так можно сказать, общения. Во второй главе тоже есть общение, правильно? Горизонтальное. Но какое уже? Адам называет? Горизонтальное, уже между человеком и Человеком. А как вам кажется, вот общение с Богом, вот это вертикально, оно влияет на вот это горизонтальное или нет? Абсолютно влияет. Однозначно. Да. А откуда это вид? Что вы подразумеваете по хранитам откуда это видно? Вот из священного Писания это как-то видно, что ваша молитва с Богом, она может повлиять на ваши отношения, скажем, к человеку. Конкретный пример. Да. Но, в частности, не уходя далеко, Каин, Абель, Бог. Когда у Каина испортились отношения с Абелем, у него испортились отношения с Богом, или сложно сказать, какие отношения испортились первыми? Вы хорошо подошли. Вот смотрите, первая глава это отношения между человеком и с Богом. Вторая глава это взаимоотношения человека с человеком. В третьей главе какие отношения? Испорченные отношения с Богом. Портятся отношения с Богом. Автоматически в четвертой главе портятся отношения с человеком. Да. И как мы уже упоминали историю Авраама и Сары, когда созрела такая вот опасность у Авраама, что вот может произойти что-то очень нехорошее, он почему-то не попросил советового Бога и не спросил как мне сделать, что мне сделать. А в итоге пострадало очень много людей. Та же Сара, тот же фараон и те же слуги при дворе фараона. И потом в конце концов все опять пришлось Богу разрешать. Вот если бы сразу было бы отношение с Богом, то все бы остальные проблемы. То есть мы понимаем, к чему я это хочу сказать, что мы понимаем, что молитва это не только мои личные взаимоотношения с Богом. молитва это то, что благодаря вот этим моим взаимоотношениям у меня складываются взаимоотношения также на горизонтальном уровне. Потому что если у меня не будут этих взаимоотношений, у меня будут проблемы вот на этих взаимоотношениях. Стоит призадуматься. Если есть проблема, значит... Если есть вот эта проблема, значит вот эта проблема уже нарушена. Третья глава нарушается вот это, значит четвертая уже нарушается вот это. И они очень зависимы, эти две параллели, вертикальные и горизонтальные. Потому что в Новом Завете Иисус Христос скажет, а ты перед тем, как прийти помолиться ко мне, пойди и примирись. То есть он восстанавливает эти обе горизонтали. То есть человек с одной плоскостью, это ущербный человек. Поэтому он просит, чтобы все было приведено в нормальные отношения. Хорошо, мы поговорили с вами о Библии, которая позволяет нам наладить наши взаимоотношения с Богом. И построить. Через Библию построить, да, построить нашу. Потому что через Библию, через вещь мы узнаем о Боге, о Его характере. Но этого недостаточно, поэтому для этого существует молитва. То есть это наша живая связь с нашим Господом. То есть поддерживание взаимоотношений. И наконец, давайте немного мы поговорим также о мудрости. А мудрость зачем нужна? Но когда мы говорим мудрость, это не мудрствование, а это, скорее всего, Библия предполагает практическую мудрость. Но зачем она нужна, вот эта мудрость? Говоря о мудрости, я всегда вспоминаю Соломона. Когда Бог спросил его, чего ты хочешь, то он дал такой ответ, хочу мудрости. И все же чем отличается мудрость от знаний? Вы знаете, мудрость... Можно быть необразованным человеком. Можно быть даже, можем сказать, безграмотным человеком. Потому что я знаю очень многих людей, которые в 20-х годах родились в прошлом столетии, не получили должного образования. Но это были настолько мудрые люди, которые дружили с Богом. Мудрость, на мой взгляд, это применение наилучшим образом знаний, которые имеются. Да, конечно, я не хочу сказать ни в коем случае, какое-то клише поставить, что не надо учиться, не нужно быть образованным, надо быть образованным, надо учиться, надо иметь широкий кругозор, взгляд на мир правильный. Но если нет у нас мудрости от Бога, то все наши знания, которые мы имеем, они не стоят ничего. Спасибо. Вы интересно подметили, Аркадий, что мудрость это фактически применение, правильное применение наших знаний. Вот смотрите, когда мы исследуем священное писание, это же теоретическое знание. Вы согласны? Мы приобретаем знания. Зачем нам мудрость? Разве это недостаточно? Вот я же знаю, как поступать. Так надо применить правильно. Да, нет, ну мудрость оно, да, ты применяешь, но мудрость оно, вот допустим, я прочитал, я уже знаю, как мне надо жить, я это применяю, но разве это мудрость? Очень тонкая грань, скажем так, между мудростью и безумием, между знаниями и безумием. Поэтому вот именно присутствие Бога в нашей жизни, оно совершенствует все эти знания, которые мы имеем. Допустим, у вас есть следующие ингредиенты, и вам надо приготовить два салата. Вот, ну-ка, давайте попробуем приготовить. Вот у нас есть что? У нас есть лук, у нас есть морковь, у нас есть огурец, у нас есть клубника, малина, ежевика. И нам сказали, надо приготовить два салата. Как вы бы сгруппировали? Я говорю в одну сторону, овощи, другой класс. То есть лук, помидоры и огурец. Это один салат у нас будет, естественно. И ежевика, там, малина и клубника, это, естественно, другой салат. Я бы сделал два салата. То есть два салата получается у нас. Теперь скажите, вы эти салаты приготовили по знанию или по мудрости? Я думаю, если знание просто... По знанию. Я тоже склонен, что это большее салат. А я вам скажу, что вы приготовили по мудрости. Почему? Потому что вы приготовили по знанию неправильный салат. Потому что помидор это не овощи. Это фрукт. Помидор это ягода. Даже ягода. То есть вам надо было помидор добавить туда, где клубника, ежевика. Но вы почему-то это не сделали. Ну так знаем. То есть в данном случае вы поступили не по тому, как правильно. Вы понимаете, что я хочу сказать? Не по тому, как правильно надо было собрать ингредиенты. А вы поступили по тому, как вкусно. Как что лучше сочетается. Наверное, еще как принято. Ну как принято. Кстати, это предложение. Надо будет объединить помидор с клубникой. Что там получится. К чему я привел вот этот эксперимент? Вот мы должны понять разницу между черствым знанием и между мудростью. Потому что мудрость, она иногда пытается применить вот это знание таким образом, чтобы вот это знание принесло бы определенный плод. А без мудрости ты своим сухим знанием можешь очень много проблем создать. Согласен ли я? Да, конечно. Поэтому в данном случае очень важно также применять на практике что? Мудрость. Можно сказать, что мудрость без души фанатизм. Да, да, конечно. То есть ты можешь правду сказать. Ты можешь сказать, вот ты вычитал, и ты говоришь, как оно есть на самом деле. Но мудрость тебе подсказывает, да, что тебе все-таки лучше здесь промолчать. Вот бывало такое, когда, ну ты чувствуешь, что тебе надо промолчать в данном случае. Вот эта мудрость именно нужна для того, потому что она корректирует. Да, как Христос, Христос перед Пилатом. Когда надо говорить, где говорить, что говорить. Вот просто такое сухое знание, оно не даст никакого плода, да. А вот мудрость, через мудрость ты лучше постигаешь, ты лучше понимаешь фактически что? Смысл жизни. Поэтому, завершая сегодняшнюю нашу тему, я бы хотел, конечно, чтобы мы еще раз определились и поняли, что мы с вами живем вот в этом материальном мире, да. Мы от него зависим. Но мы не можем служить двум господам. Мамони и Господу. Мы можем иметь и то, и то. Но только в том случае, чтобы материальное оно не преобладало. То есть оно не владело бы нами. Вот вы помните, вот в пустыне, да, сатана искушала Иисуса Христа. Он ему предлагал что? Все царства и всю славу этого мира. В принципе, ради этого Христос пришел. Да, да. Вернуть всю землю, вернуть опять Богу. Ну, мы видим, что Христос фактически отверг то, что он ему предлагал. Ну, по одной простой причине, во-первых, что все это, в принципе, принадлежало ему. А с другой стороны, он был независим, он не был связан фактически с материальными ценностями. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы поняли, что иметь достаток, иметь процветание, это, в принципе, по Библии, это не грех. Благословение. Это благословение, да, если тем более Господь дает тебе этим пользоваться. Но опасность кроется в чем? Опасность кроется в том случае, если ты ставишь неправильные приоритеты. Поэтому наши взаимоотношения с Господом должны быть настолько прочными, чтобы все остальное, оно как бы было, но как бы и не было. То есть оно не владело бы нашим сознанием. Пусть Господь нас в этом благословит. Также, обращаясь к нашим зрителям, я приглашу вас к нашему дальнейшему исследованию. И пусть Господь также вас благословит, чтобы и вы в жизни сделали правильные приоритеты. Можно многое в жизни говорить, что правильно, что неправильно. Но лично для меня вопрос поставления приоритетов правильных в жизни – это самый главный вопрос. И можно было бы много приводить примеров, но единственное, что я хочу сейчас сделать, это прочитать текст, который записан в Евангелии от Матфея, в 6 главе, 33 текст. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам». А что это все? Все приложится, все, что окружает меня в моей жизни. Это материальные вопросы, это социальные проблемы, это личные вопросы. Поэтому Бог для меня – это все в моей жизни. Это мой друг, это мой отец, это мой брат, это мой товарищ, это все в моей жизни. И если я ценю Его больше всего на свете, то все остальное в жизни я знаю, что Он поможет мне преодолеть и сделать правильный выбор, чего я желаю и вам. Сегодня была поднята очень интересная тема. Для меня вновь, как в суде, две чаши – то, что предлагает Бог, и то, что очень искусно предлагает Сатана. То, что мне нужно сегодня – это очень ясно понять, что Бог хочет от меня, быть в постоянной связи с Ним, в молитве, в слове. Я так хочу, чтобы Бог дал мне мудрости, увидеть то, как Он когда-то разоблачил Сатану, предлагавший Ему что-то. Увидеть ценность. И поставить Бога на первое место, материальное поставить на второе место. А это самое главное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok